сейчас покажу вам как я экономлю здесь у меня вот две курицы которые покупала в метро у меня еще было филе куриное тоже в отце я взяла я сейчас буду экономить так вот у меня сделала на колбасу нарезала на колбасу нарезала вот и сало будет куриная колбаса дело очень вкусно не хуже чем со свиной это отходы для собак здесь у меня будет сейчас я сделаю котлеты вот хребетики сразу отложу я так разделала курочку чтоб жира было поменьше что было на бульон вот эти вот ножки сейчас сделаю пополам и мякоти освобожу для того чтобы котлеты сделать потому что на колбасу у меня уходит чистое мясо чистая грудка и филе а вот эти шкурки я хочу перекрутить на котлеты вот крылья у меня есть буду суп варить из крыльев вот у меня еще есть вот такой вот жир вот он я из этого жира буду делать яйца фаршированные тоже люблю вот еще купила сегодня на базар ходила сало видите наш украинское сало мягкое такое его можно губами и сейчас его засолю ну или люди пишут мне что наташа что вы все время экономите что это за жизнь если вы постоянно только то и делаете что экономите да у нас такая жизнь если мы не будем экономить то все мы не выживем в наших условиях поэтому приходится экономить выкручиваться искать их дешевле вот на котлеты пойдет мясо это со шкуркой оставила на котлеты тоже вот это я сделаю сейчас колбасу у нас суп у меня будет есть у меня домашняя лапша я ее делала недавно и вот я с домашней лапшой буду делать бульон очень удобно выгодно если ничего не делает то не приплывет ничего сама ничего не будет а сидеть жаловаться писать плохие комментарии считать чужие деньги это путь в никуда для того чтобы жить хорошо надо подняться со стула и попробовать что-нибудь сделать для того чтобы жить лучше согласны вы со мной или нет многие не согласны я вот смотрю по комментариям что многие не согласны была у меня даже одна женщина которая постоянно мне писала вот вы живете на пенсию вас пенсия такая-то вы потратили столько-то туда-то значит почему вы врете первых я никогда не говорила что мы живем на пенсию на наши пенсии выжить невозможно и уже много раз вам говорила для того чтобы выжить вообще но наши пенсии надо постоянно работать до смерти потому что сейчас вот несмотря на то что все пишут вот субсидии все во первых у раз у людей разные обстоятельства на субсидии разные обстоятельства миллион женщин живет у которых например сын взрослой женщина пожилая лет 70 до у нее взрослый сын которому 50 лет успелся пьяница вот у меня соседи такие живут успел сам пьяница он не зарабатывает денег но за квартиру нужно платить полностью среди никто уже не даст этой женщине поэтому она платит полностью сделать ничего не может он на работу не устраивается работ а возраст у него такой что ему надо работать субсидию не дадут вот ну не выгонит же она его на улицу и так куча всего значит сейчас еще такая у нас ситуация что значит считается по прописанным людям в квартире а на самом деле эти люди давно не живут в этой квартире значит надо выписываться выписываться никто не хочет вот и получается что в основном субсидия получить сейчас очень сложно осложнилась на те которые мне пишут вот я живу я оформила субсидии прекрасно живу но нет прекрасно вы не живете если у вас пенсия 2000 гривен вы живете одна в квартире и вам дали субсидию значит 200 гривен то как вы можете прожить на 1800 гривен это нереально если у нас буханка пол хлеба стоит 10 гривен если бутылка молока стоит доллар но это шли человеку надо еще купить лекарства за что-то жить это нереально поэтому приходится крутиться подыматься со стула снимать видео и крутиться как белки колесе для того чтобы прожить ну вот я вам рассказала свои умозаключения теперь буду рисовать суповые наборы так чтобы их морозить и легко было размораживать вот эти крылья ножка крыло следующий кур эти недорогие несмотря на то что они написано что они без антибиотика и не буду с вами спорить может там и есть антибиотики но меня это утешает конечно же и они очень вкусные вот у меня два бедра это я оставлю просто чтоб зажарить к обеду ну вот докладываю вам что у меня получилось из двух куриц 4 килограмма вместе они зависели и 1 килограмма филе из 5 килограммов что у меня получается тут будет килограмма полторы-полтора колбасы здесь будет где-то килограмм котлет ну и вот получилось у меня 5 супа 4 супа и 1 обед вот если так разделать куры получается намного выгоднее значит на все это на 4 супа но суп это будет целая кастрюля трехлитровая супа то есть это будет не на три дня значит здесь у меня будет на 12 дней супа на один обед котлет тут будет у меня не на один обед не 2 не на 3 но на обеда 4 наверное ну и колбаска пойдет на утро сейчас я сюда насыплю перец специи будет колбаса вот у меня еще есть жир здесь вот этого жира мне хватит на 24 яйца поэтому я разделила его на две части здесь 12 есть на фарширует с этого жира 12 яиц значит для того чтобы на фаршировать я вытоплю жир на сковородке там зажарю лук добавлю туда свежий чеснок размешаю желтки на фарширую яйца будет отличная еда отец а ты в в в в в так ну вот какая куча у меня колбасы получилось тут наверное килограмма два не меньше я истратила на ее изготовление целый час но я не жалею вообще на все заготовки у меня ушло три с половиной часа но я же не делаю их в один день я сначала все порезала приготовила перекрутила на следующий день я сделала котлет и начинила колбасу но многие мне писали предыдущих видео что вы не так начинете колбасу как я нужно через мясорубку вот или нужно сначала натянуть кишку всю на насадку значит эти кишки магазинные они гораздо тоньше чем базарные кишки потому что они очень хорошо очищены те которые продаются у метра вот в кишения покупаю постоянно не очень хорошо очищены они тонкие прозрачные поэтому они быстрее рвутся чем те кишки которые продаются на базаре начините через мясорубку это проблематично они рвутся поэтому вот так вот руками и не так уж успешно но зато это очень много первую партию я почти все отдала детям, сейчас будем кушать сами. Если вы думаете, что делать колбасу, это так тяжело, это так трудно, это точно так же, как печь хлеб. Главное правильно организоваться. Купить кишки, что там такого сложного? Порезать мясо на кубики, это 15-20 минут, 2-3 килограмма мяса вы нарежете. Ну и начините у вас, пусть идет час, но это же 2 килограмма колбасы или 3. А в первый раз я делала почти 4 килограмма колбасы, быстренько разошлось. Это совсем не так долго. Есть же такая хорошая пословица, глаза боятся, руки делают. Ну вот я вас призываю не бояться, а делать. Каждый из нас делает что-то по-своему, но мое видео не для того, чтобы вас научить делать колбасу. У меня уже было такое видео. Для того, чтобы вас мотивировать, чтобы вы набрались как бы энергии и сделали то же самое дома, порадовали свою семью полезной здоровой едой. Ну и главное, это еще и очень экономно и дешево. Вот я вам скажу, что вот эти вот 2 килограмма колбасы мне обошлись примерно в 300 гривен. Это 10 долларов. Ну так это же домашняя колбаса.